приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео смерть от страха смерти люди будут издыхать от ожидания бедствий приближающихся на них что за такое тавтологичное название смерть от страха смерти ну вы заметили что последнее время я на канале много выпустил видео о последних временах об апокалипсисе но в соответствии с живой жизнью с тем что нас окружает что происходит да я напомню что никогда не был апокалиптиком до 24 февраля 2022 года сегодня у нас 16 октября 2022 года уже больше 7 месяцев идет рашистской агрессии против украинского народа возможно развязывание третьей мировой войны расистами до во главе с путлером его командой и всеми и всеми всеми кто у кого голова совсем на бекрень съехала и поэтому конечно я всегда живу живой жизнью смотря то что до этих дней я не был апокалиптиком естественно я прекрасно знаю пророчество ветхого нового завета о том что когда-нибудь настанут последние времена да и так как основание говорить о том что мы входим в них вошли не было всегда говорил что мы даже не вошли в книгу откровения возможно даже не приблизились верну если приблизились то не вошли это уж точно вот это событие которое происходит говорят нам что возможно мы при дверях именно поэтому я записал столько видео и сегодняшний ролик я хочу взять так скажем можно сказать вырванный стих из контекста немножко да это так а полик апокалиптическая речь иисуса о которой я много вспоминаю в последних видео в общем-то логично да потому что это связано но в основном я беру из матфея а в луке есть такая фраза иисус говорит и будут знамения в солнце и луне и звездах и на земле уныние народов и недоумение и море вас шумит и возмутиться люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную ибо силы небесные поколеблются вот именно этот стих люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий или от страха ожидания бедствий но здесь тоже самое в принципе можно прочесть так и так я посмотрел разные переводы не буду вас ими утруждать по-разному немножко переводят но смысл один и тот же и в принципе мы можем понять и вложить сюда в общем-то то мысли которую иисус хотел до нас донести на возможно переводах дошла до нас как-то не с небольшими искажениями смысл один до люди будут издыхать не просто от смерти от страха смерти но ожидание бедствий но бедствие несут за собой опять же смерть до бедствий ну может быть вред здоровью но возможной самой жизни да вот люди написано будет издыхать от самого страха я хотел бы знаете и и и я во первых этими этими этой фразы сегодняшним роликом хотел объяснить почему я столько много видео стал записывать вот на апокалиптические времена потому что если вы задумаетесь о природе страха страха вот мы чего-то боимся переживаем да вы помните иисус говорил не терзайтесь там ужасно синодальный перевод но другие переводы более правильно не терзаться не волноваться не ранее не рвать сердце как говорят да нет они не ужасаться да не переживать а там не заботьтесь о завтрашнем дне до заботиться мы как раз заботимся мы планируем мысли мечтаем это нормально а вот терзаться страдать там весь весь на иголках сидеть от того что завтра там какое-то важное дело или что буду есть завтра или что пить ты живи как живешь завтра конечно ты можешь то остаться без ног без рук возможно без средств существовать но сегодня у тебя есть руки ноги есть работа не переживай что будет завтра через неделю даже весь сегодняшним днем до мечтает до планирует до что-то мы делаем в бытовой жизни вот но это не говорит что ты должен мучиться и переживать да как бы все хорошо не шло и что это вдруг завтра не будет как бы наоборот плохо не было завтра может быть лучше вот там иисус именно об этом говорил и здесь то же самое именно поэтому если вы задумаетесь над природой страха еще раздать никак вам ключик не откроем то при природе природе вернее волнение до переживаний ну или природе страха да в принципе можно одним словом сегодня обобщить все вот эти наши терзания волнение ужасы вообще словом страх как здесь в общем-то и написано да то откуда они от невежества но здесь смысле не то что знание знаете там что я великий богослов или профессор математики нет от невежества от незнания тоже вежество слово просто древние уже мало употребляемо да то есть одни знания от неведения тоже слово такое невежество может быть обидно как будто я глупый да дело не в глупости какой-то бытовой до что там не умею кубик с рубиком сложить нет именно знания от незнания я вам приведу разные разные примера вы можете их дополнить примерами собственные это всю сферу жительность же и жизни возьмите ну давайте какие начнем если так может быть с детства до в детстве сколько у нас страхов почему они потому что мы не знаем родители поругают или нет за дверь выставит или нет мы переживаем потому что мы боимся до в школе спросят не спросит помните я волнуюсь у меня страх да потому что я не знаю спросит меня или нет спезнал наверняка что не спросит я бы ноги на стол лежал отдыхал да а вдруг спросите я переживаю да прогулял не знаю родители ремня дадут ну или простят сильно ругать не буду до неведение порождает страх директриса куда-то вызывает в учительскую или директор по какому поводу не знаю у меня волнение у меня страх сдам не сдам экзамены о какие там страхи помните да когда сдавали сколько волнения столько страх уж не знаю что будет сдам не сдам до наберу потом сдал на тот на тот на тот пусть там даже на хорошие оценки но не знаю про наберу ли проходной балл да я волнуюсь я переживаю мне страхи страх почему у меня потому что я не знаю пока я не знаю наберу я подходящий балл попаду и там в университет или еще куда-нибудь или нет да возьмите институт все то же самое ну возьмите уже взрослую жизнь делаю предложение женщине согласиться не согласиться не знаю я волнуюсь да она волнуется потому что не знает до что ответит до волнуется потому что почему боится сказать да или нет порой и да и нет даже добавить сказать потому что может потом калашматить будет сейчас в любви клянется а завтра будет бухать и избивать да я на самом деле боюсь сказать да боюсь сказать нет потому что обижу и вот я не знаю а как будет я волнуюсь да все это я вот не люблю ездить за рулем когда темно да я у меня все время не имеют как и румя нет фобии нет панических страхов но у меня есть инстинкт точно так же как у всех темнота почему боимся темноты не видим ничего не ведение незнание что там я утверждаю на машине в темное время стараюсь не ездить казалось даже по знакомой дороге там есть по трассе или по сельской дороге в принципе все знаешь но фары плюс-минус как-то там светят но все равно это настолько узкий обзор зрения что когда еду меня в голове все время разные мысли тут сейчас животное выбежит машина навстречу какой-нибудь поворот резкие что вдруг дорога куда-то свернет хотя дорог просто так никуда не сразу не свара не сворачивает есть знаки или или ты просто за счет света фар все равно это видишь по сельской дороге но у меня все время эти мысли никуда от них не денешься до днем ты едешь все видно там до горизонта причем пространное объемное зрение во все стороны ты все видишь и ночью видишь вот такие вот два фонарика перед собой светом от двух фонариков вот я вот не люблю потому что меня все равно я еду на иголках да я если я днем езжу расслабленно на машине но относительно как это можно расслабиться будучи за рулем вот то в темное время я напрягаюсь я еду вот на иголках да по хорошо освещенно сейчас бывают там магистрали но я-то не езжу особо ну так приходилось когда-то давно да вот когда там даже такие федеральные трасс там где-то освещаются участки да по ним едешь хорошо только опять попадаешь на не освещенные это основная масса дороги и все сразу вот едешь как на иголках и какие угодно примеры получится не получится лезу какой-нибудь инструмент ремонтировать да я переживаю почему переживаю почему не страх уже не знаю только сейчас пол доломаю только починю да итак возьмите любую сферу нашей жизни собеседование как как примут как встретят я волнуюсь потому что я не знаю что будет примут меня не примут все даже прошел удачно но еще не объявлен результат большой конкурс я не знаю примут меня на эту работу я волнуюсь я хотел бы чтобы меня приняли но я не знаю примут меня я испытываю страх в общем какую сферу не возьми страх иду ночью по темноте тоже самое почему страх ты тоже ничего не вижу в основном да вот и так что угодно любое неведение лезу туда куда не знаю там занимание ничего не соображаю в электричестве но лезу менять розетку до шарахнет током не шарахнет вот страх вот и все поэтому незнание порождает страх вы если вдумайтесь мы боимся именно потому что мы не ведаем не ведаем что будет дальше через секунду две три пять десять недель любую вещь коснитесь именно незнание ешь незнакомый гриб страха вдруг отравлюсь до сомнительный продуктом под испорченным же я начну опережать уж я не знаю отравлюсь я или нет он вот насколько испорченный или насколько он ядовитый я же не знаю на нем не написано я начинаю бояться почему потому что я не знаю ядовит он или нет я и я на свой страх риска говорят опять слов страх это делаю вот и все поэтому незнание порождают страх вот если бы у нас было абсолютное знание всего да у нас бы не было страхов вдумайтесь об этом вот страх именно это незнание незнание будущего незнание сути вещей природы того что сейчас со мной окружает вот чего-то незнание чего-то но платья до будущего да то есть они понимают что будет через секунду вот и все именно поэтому я решил в духе времени так скажем как я все говорю я живу живой жизнью да вот не так что у нас тут под пожар за окном чума я там все сижу евангелие читаю да нет у нас там политические беды война я всегда актуально записываю ролики адаптируемые под современную жизнь вот так вот и поэтому конечно же мне хочется чтобы люди о последних временах тоже понимали знали что возможно что из писания что открыто вот именно поэтому я записал записал и буду записывать вот такое количество роликов по откровению по последним временам тоже когда ты понимаешь более-менее представляешь возьми ту же самую книгу откровения да тебе уже все просто все понятно когда ты знаешь какие-то времена сроки события и их описание их контекст какие-то цифры нам о чем-то говорящие вот тебе уже намного легче и отраднее жить вот так вот поэтому такое вот видео поэтому умножайте знания в хорошем смысле слова интересуйтесь допытывайтесь ищите блаженные алчущие и жаждущие истинной правды ибо они насытятся здесь конечно иисус прежде всего подразумевал правды божьи это любви познание любви свободе вечной жизни ну и бытовая бытовая бытовые знания они также делают нас счастливыми в том плане вот я говорю как минимум убирают у нас страхи от которые от неведения это очень важно вот так вот поэтому кто переживает последние времена нет что будет чем запасаться куда бегать от кого бежать до куда бежать зачем бежать нужно ли бежать вот я пишу эти видео чтобы вот не было вот такого чтобы не было во мнении чтобы мы особенно христиане которые должны светить миру добрыми делами одно из добрых дел это слово успокоительное слово правды слово истины слова знания говорю какой-то опыт то же самое это все все помогает нам быть счастливыми это очень важно да вот и поэтому именно так последнее время я хочу сказал что это вырвано из контекста ну там непосредственно говорилось хотя просто говоришь это же прямо о грешниках только сказано нет но действительно ведь нельзя всех под одну гребенку да христиане тоже разные кто-то хорошо разобрался кто-то все понимает кто-то знает откуда он что он куда идет какие времена последние наступают что в них делать да кто-то конечно будет метаться и не зря вот такая мысль и христос господь наш и бог сказал что будут издыхать от самого страха но кстати живой пример вот прям видите люблю говорю современные сейчас могилизация идет подыменование мобилизации в россии в российской федерации и кто знает уже вот случае причем даже и их уже минобороны там и государство и не отрицать не скрывает уже там сколько с инфарктами люди еще до фронта не доехали даже в учебке не побывали или там только приехали сколько-то уже там повесилось сколько-то от инфаркта сколько-то сбежала сколько-то там чё-то папа попытки самоубийство вот и прочие прочие вещи несколько людей у кого чё там болячки все тем не здесь активируется активируется почему потому что людей помещает из нормальных условий жизни невозможные условия жизни вот и вот живой пример люди от чего издыхают от страха вот страх от всех вот этих вещей так что так вот это действительно так это действительно будут от ожидания от ожидания бедствия от ожидания ужаса от ожидания страданий но бедствие будет приносить страдание и вплоть до самой смерти и такие же более неважно чего на тебя плита упала дом разрушился или там потопом смело да эти акулы сожрали в общем все будет и люди от этого от от ожидания от страха и ожидания вот этого или от страха ожидания вот здесь просто такой перевод от страха и ожидания бедствия ну то есть от страха и ажи и страх ожидания здесь как бы подразумевается просто два слова не написано но это было бы это автология в принципе мы понимаем смысл да вот так вот поэтому конечно знание это сила поэтому изучайте вникайте умудряйтесь это всегда в жизни хорошо когда знаете вырывать все подряд из библии знания надмевают до или многие знания много печаль экклезиасты ну поймите что все это вырывание из контекста пихать все в одну кучу да павел как раз говорила об этих знаниях богословики надменными если делают там пустыми да то что знаешь все службы православные чё куда какой праздник с каким совместить как службу провести вот эти знания бесполезны да вот когда экклезиаст говорил о знаниях тоже в том плане что они сами по себе не сделают тебя счастливыми если ты научишься винтик с болтиком скручивать да вот по крайней мере полноты блага бахтиян те конечно не дадут хотя эти самые знания устраняет как выйти я вам привел множество примеров даже те же самые страхи да то есть это очень важно но нельзя списал тоже о другом что просто вот эти знания как винтик с болтиком скрутить как даже растенец и вырастить не сделайте абсолютно сестрее вот только любовь в плахе делает это все уже бытовуха она лишь дополняет это проявление любви или ненависти в нашей жизни если скрутил болтик и что-то хорошее сделал на это сделает тебя счастливым и вокруг тебя людей может кому-то что-то сделал и сам процесс доставить удовольствие конечный результат но ты можешь крутить этот болтик дело какой-нибудь стул для пыток да и тогда это сделать несчастным всех вот так вот вот такое видео поэтому еще раз всем желаю набираться мудрости знаний таких которые помогают нам жить свято прежде всего это раз и счастливым это два а это в принципе одно как иисус сказал ищите одного а другой приложится одно ищем другой прилагается ну так вот на это у меня все такое короткое видео у меня редкость вот а страхи поэтому ничего не бойтесь ищите знания чтобы найти ответы на те вопросы какие у вас есть и будете обретать мир вследствие этих знаний ну в частности о последних временах о временах апокалипсиса что да как вникайте изучайте смотрите мои видео общайтесь с кем-то мне лично можете задавать вопросы и в переписке в комментарии под роликом я всегда читаю на что могу имею желание повеление духа отвечаю да на Продолжение следует... Продолжение следует...